Китайская капуста Это весеннее блюдо с приятным соленым и свежим вкусом. Нам понадобятся сушеные мелкие креветки, крахмальная лапша, китайская капуста, лук, имбирь, чеснок, соль и куриный экстракт. Как сегодня будем готовить? Жарить или варить? Или жарить? Жарить? Да. Хорошо. Промываем и удаляем корень. На самом деле нужно рукой отломать. Можно, да. С виду здесь очень все просто. Порезали и положили в кастрюлю. Но нам необходимо обратить внимание на одну деталь. Что за деталь? Так как у листьев и стеблей разное время приготовления, их нужно разделить. А давайте я помогу вам резать. Не нужно. Ничего. Хорошо. Вот так режем. Хорошо. Кладем вот так. Не надо смешивать листья и стебли. Сейчас будем ошпаривать или... Ошпаривать обязательно. Сначала ошпариваем. Хорошо. Да, слегка обдаем кипятком. Помогите, пожалуйста. Хорошо. Я буду резать остальное. Поэтому чиньбин только что отдельно резала стебли и листья капусты. Да. Мне тоже надо ошпаривать по порядку. Да, воды наливаем немного. Много не нужно. Хорошо. Смотрите, включаем огонь. Немного солим. Наливаем каплю масла, верно? Да, масла поменьше. Капли достаточно. Я буду резать остальное. Когда ошпариваем, добавляем немного масла и соли. Это позволяет сохранить зеленый цвет овощей и полезные вещества. Да. Когда вода закипит, можно сначала припускать стебли, да? Да, ошпариваем очень быстро. Не надо долго ждать. А как это понять? Опустили в кастрюлю, перевернули, чуть обварили, около 3-4 секунд. А, то есть так же, как с обваренной бараниной. Быстро обварили и все. Да. Какие там у вас нужно приготовить ингредиенты? Очень простые. Лук, имбирь, чеснок, порезать ломтиками. Да. Соль, немного куриного экстракта. На самом деле в этом блюде не нужно много приправ. Да, мы преследуем свежий вкус. Именно. В этом блюде многие, наверное, знаете, какую часть хотят посмотреть? Капусту и креветки все обрабатывать умеют. А вот жарить стеклянную лапшу непросто. Да, у некоторых она становится липкая, неэластичная. У некоторых пристается к сковороде. Да. У некоторых после жарки лапша остается твердая. Да. Стеклянная. Готовить непросто. Но при предварительной обработке крахмальную лапшу надо замачивать в холодной воде, особенно если мы ее будем жарить. А чем плохо замачивать в горячей воде? Во-первых, если упустить время, лапшу можно передержать. Хорошо, вода закипела. Буду ошпаривать. Да. Помним, после ошпаривания нельзя сразу складывать капуста в тарелку, да? Да, обязательно сначала кладем в холодную воду. Хорошо. Но я тогда бросаю в кастрюлю. Хорошо. Какова цель опускания ошпаренных овощей в холодную воду? Так у них будет яркий зеленый цвет. То есть для сохранения цвета? Да, для цвета. И на вкус будут хрустящие. Сколько бы времени мы не ошпаривали, они все равно... Могут завять, да? Могут пожелтеть, да. Хватит, хватит. Все готово. Хорошо. Выключаем плиту. Вот так вынимаем. А если бы я передержала, то капуста во время жарки стала бы вялой, верно? Да, еще ушел бы вкус капусты. Если долго варить, пропали бы витамины и хлорофилл. Хорошо, давайте. Хорошо. Сначала ошпариваем стебли, потом листья капусты через несколько секунд вынимаем и кладем в чашу с холодной водой. Остужаем. Да, остужаем. Остудили и сливаем воду. Удаляем воду. Летом, если есть ледяная вода, можно остудить в ней. Так еще будет лучше. Это настоящее остужение. Ченбин, и что мы будем делать теперь? Теперь можно жарить. Но перед этим я должна вам сказать, что стеклянную лапшу замачивают только в холодной воде. Примерно 15 минут. Она не должна быть твердой. Немного похоже на варку обычной лапши. Да, и все. Некоторым нравится замачивать в горячей воде. Так, вроде быстрее. Да, в таком случае, во-первых, не надо торопиться, иначе она будет твердая, либо очень мягкая, неэластичная. Возможно, полностью дойдет до готовности. Да, потому что если такую лапшу передержать в кипятке, она будет неприятная на вкус. На самом деле, если замачивать в воде комнатной температуры, достаточно примерно 10 минут. Да, около 10 минут достаточно. И будет достигнуть такой эффект. Да, поэтому перед жаркой лапши нам нужно смазать сковороду маслом, чтобы ничего не пристало. Да. Температуру масла доводим до 80-100 градусов. Сначала будем обжаривать сушеные креветки. Да, жарим в слегка разогретом масле. Если температура масла слишком высокая, продукты типа сушеных мелких креветок быстро подгорят, и тогда не будет свежего вкуса. К тому же, после жарки у креветок будет горький привкус. Получится обратный эффект? Да. Хорошо. Лук, имбирь, чеснок и сушеные креветки жарим вместе. Да. До какой степени нужно обжаривать? Смотрите, сейчас идет сильный аромат. Смешанный аромат? Да. Обжаривание – процесс, требующий быстрых движений. Не, жарка делится на быструю и на медленную. То есть на сильном огне и на медленном огне. Да, на сильном огне. Да. Я только что поняла. Наше блюдо жарится на медленном огне. Теперь мы увидели. В этот момент дома все по привычке кладут капусту. Надо начинать со стеклянной лапши. Мне кажется, если начать с лапши, она сразу перестанет к сковороде. Да, мы перевели огонь на медленный. Положен немного? Перевели на самый слабый огонь. Да, немного кулинарного вина. Теперь немного соевого соуса. Да, соевый соус – это вроде очень странно. Соевого соуса берем мало. Во-первых, для бледно-желтого цвета. Смотрите. Мы добавляем соевый соус не из-за его вкуса. Да. А для того, чтобы лапша приобрела цвет. Да, бледноватый цвет. Теперь кладем капусту. Хорошо. Вот и молодая капуста. Мы не очень волнуемся за стеклянную лапшу, потому что у нас самый слабый огонь. Да. К тому же на дне лук, имбирь и чеснок, они хорошо закрывают дно. Именно. Да, еще креветки закрывают дно. Потому что если жарить лапшу на сильном огне, она слипнется, будет клейкая. Огонь слишком сильный. Теперь, поэтому, когда опустили капусту, можно тем более не волноваться. Приправляем. Соль. Я думаю, наверное, не нужно много приправ. Это блюдо должно быть оригинальным на вкус. Да, немного соли. Да, оригинальный вкус. Немного куриного экстракта. Можно выкладывать на тарелку. Лапша все больше и больше блестит. Молодая капуста зеленая. Это она не даст бульон. Блестящий цвет лапши связан с тем, что вы положили соевый соус? Связан. Мы сначала стали жарить лапшу. Масло впиталось в лапшу. Так получается вкусно и нежирно. Да, к тому же, иногда дома, когда жаришь стеклянную лапшу, она плохо пропитывается. Да. Так она точно пропитается, потому что мы долго жарим с самого начала. Готово. Готово. Смотрите-ка, вот это быстро. Как ароматно, когда выкладываешь. Когда блюдо выкладывают на тарелку, всегда просыпается аппетит. Даже если до этого наелся булок. Так, когда жарят овощные блюда, много масла не кладут. Да. Но если масла мало, будет вязать во рту. Да. С виду все просто. Попробуйте научиться. Не факт, что сразу получится сделать в таком виде. В начале удаляем у капусты корни, нарезаем на кусочки. Стекладем отдельно. Замачиваем крахмальную лапшу в холодной воде до размягчения. Мелко нарезаем лук и имбирь, чеснок режем ломтиками. Сковороду ставим на огонь, кладем соль, добавляем масло, доводим до кипения. Сначала ошпариваем стебли, потом листья. Когда слегка изменится цвет, выкладываем и охлаждаем. Наливаем в сковороду масло, нагреваем его до 80-100 градусов, обжариваем сушеные креветки, лук, имбирь и чеснок до аромата. Затем выкладываем крахмальную лапшу, слегка обжариваем, добавляем немного рисового вина и соевого соуса. Выкладываем капусту, равномерно обжариваем, солим, добавляем куриный экстракт. Когда все пропитается, блюдо готово. Сегодня еще есть лакомые советы, верно? Да. Тогда продолжаем учиться. Сегодня я научу вас готовить грисини с кунжутом и нори. Сначала об инструментах. Электронные весы, резиновая лопатка и сито. Берем 10 граммов сливочного масла и разминаем его. Затем просеиваем через сито 30 граммов сахарной пудры. Просеиваем частями, не надо разом. Нужно постепенно высеять всю пудру. Равномерно размешать. И только после этого будем замешивать тесто. Равномерно вот так вот мешаем рукой. Затем добавляем одно яйцо. Выливаем постепенно. Размешиваем. И снова добавляем. Если сразу добавили слишком много, тесто может получиться неравномерным. Просеиваем 125 граммов муки. Муку тоже не надо разом просеивать. Сеем частями. Кладем 5 граммов кунжута. Два листика нори. Разрываем их на кусочки и кладем. Хорошо. Тесто замесили. После этого нужно размять его на столе. Хорошо. Заранее готовим пищевой пакет. Кладем тесто в пакет на 30 минут. После того, как тесто настоялось, берем скалку и раскатываем тесто шириной с пакет и толщиной 0,2 см. Когда тесто раскатали, оставляем его в покое на пятое. Через 15 минут тесто стало рыхлым. Берем его и разрезаем пакет ножом. Разрезаем тесто на полоски шириной 1,5 см. После этого берем заранее приготовленный противень. Стелим промасленную бумагу. Затем закручиваем нарезанные гресини в виде спирали. Кладем посередине противня. Закрутили. Затем нужно заранее разогреть духовку до 170 градусов. И выкладываем гресини в духовку. Через 10 минут вынимаем и смазываем взбитым яйцом, чтобы они более изысканные и блестящие. 10 минут прошло, вынимаем. Смазываем яйцом и продолжаем выпекать. Через 10 минут выпекания гресини начинают твердеть. И в это время можно смазать их яйцом. Равномерно смазываем гресини, чтобы они были более красивыми. Хорошо. Кладем смазанные гресини в духовку. И запекаем еще 10 минут. И после этого они будут готовы. Прошло 20 минут, гресини готовы. Наши гресини, которые подходят для детей, готовы. Очень просто, не так ли? Надеюсь, вам понравится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова